Мы тоже проверяем и проводим полный дирижер по компании и ее документы, в том числе проектной документации. Поституция коррупционная составляющая или она минимальная. План застройки, который со сравнением с планом застройки, который существует в Украине, он совсем как раз. Это называется барбекю, ресторан на первом этаже, то есть в первый этаж он будет строиться в инфраструктуре, где все жильцы, которые покупают здесь недвижимость, они могут бесплатно пользоваться всей инфраструктурой самого этого комплекса, закрытой. Тренажерный зал тоже будет, есть баскетбольная недвижимость, немало известно, что это один из самых надежных кондиционных инструментов. Растущий рынок, экономика страны, которые вкладываются в какие-то деньги, развивающийся, регион отдельный, потому что в каждой стране, в том числе, может быть регион, в котором рост намного выше, чем в среднем по стране. Именно над и регионом мы ориентируемся, и мы знаем, что с каким-то срочным мы работаем, введенные и со временем. Инфраструктурный консалтинг, полное сопровождение сделки, обзорные туры, послепродажный сервис. Более детально уже немного рассказывать, но эти все вопросы мы закрываем. Вот на этом, наверное, закончилась презентация. Вопросы, может, какие-то, и компания-постройщик Готов Женеве. Успехом прошлого года, 2015-го, стала награда в Москве, которую мы получили за наши комплексы. То есть среди категорий постройки, они были признаны лучшими среди 67 номиналов. Начали грузины давать предложения, начали быстро строить объекты. Поэтому, если даже пользоваться программами Google Земля, или картами Батуми, видно, насколько быстро эти земельные участки уже у застройщиков, насколько быстро они там строят. Потому что на данный момент в Грузии, там дальше будет слайд, уже присутствуют все мировые бренды гостиничные, которые только можно себе представить. У нас понадобится всего лишь один документ. Это ваш загранпаспорт. Больше ничего не нужно. Единственный платеж, около 80 долларов, это регистрация уже в Доме юстиции. То есть официально по чеку вы ее заплатите. Если мы говорим о безопасности в Европе, сейчас тоже идет много рекламы по Грузии и информации, что Грузия пережила кризис 2008 года, были у нее военные действия. И, в принципе, после этого, как уже все оптимизировалось и заработало, реальные статистики в стране, мне очень нравится, Последнюю машину угнали, слышали, что Грузия шла одним пакетом с Украиной. Потом Украину как-то исключили, но при этом там сказали, надежды остались. Грузия выполнила все пункты Евросоюза. На данный момент пакет документов находится в Европарламенте. И ожидается голосование в июне-июле этого года про отмену виз для граждан этой страны. Что это дает нашим покупателям? Почему это стало привлекать дополнительно клиентов? Потому что в Грузии получение вид на жительство дает право, если вы приобрели недвижимость, на сумму от 35 тысяч конституций. То есть теперь по закону, если государство захочет добавить налоги, либо их повысить, они должны будут спросить у людей, у народа на референдуме, нести изменения в конституцию и только после того их повысить. Соответственно, никакие люди не проголосуют, чтобы им добавили налоги. по сделке. То есть она очень простая. Для абсолютно всех стран, которые есть у нас в мире, один день оформляется недвижимость и запросто дается ипотечный кредит. То есть это еще один инструмент привлечения нерезивентов в свои значения. Кредитуют TBC банк грузинский, 9% годовых в долларах США, максимальный срок кредита 5 лет. Вопрос кредитования, то есть смотрите, цены на недвижимость в Грузии, мы говорим, что за 23-25 тысяч вы можете себе приобрести апартаменты. В случае первого взноса он может быть 10%, может быть 30%. То есть 2-3 тысячи долларов на данный момент хватает, чтобы в сделку войти. И при кредите ипотечном платеже в месяц, по нашим клиентам, это 300-400 долларов в месяц. То есть если мы говорим о больших суммах, если вы хотите купить этаж, то понятно, что этот кредит не совсем выгоден, но он реально высокий. Если мы говорим о небольших апартаментах и вам не хватает какой-то суммы, в принципе вы можете воспользоваться кредитом. Опция досрочного частичного погашения. И когда у нас застает башня, да? Башня уже готова. У нас 23 объекта. Вот Бичтавель, единственный объект, который сейчас находится в стадии строительства. Дача его запланирована на декабре 2016 года. Все объекты в Батуми у нас находятся на первой линии. Линия наших объектов, то есть это 50 метров к морю, прямой доступ к морю. Особенностью Пичтауэра является, что он строится в новом Батуми. Новый бульвар становится прям вашим двором. То есть это реально испанский проект был архитектурный. И там вот мы первое место получили под застройку. Это объект Бакуряне, который уже сдан в эксплуатацию. Это горнолыжные кулы. Может, вы ведь не море или вот это? Сейчас остановлюсь. Ольги Резиденс. И вот Морская волна, он уже построен и работает. Вот он на заднем плане. И вот Ситаус. Это три башни, которые в прошлом году в Москве был признан лучшей среди 60 семей. Чуть отдыху там месяц, неделю-две. Дальше дать его управляющей компанией, ваши апартаменты. И не буду сдаваться на аренду. Мы строим на данный момент в Батуми, в Бакуряне и в Тбилиси. В Тбилиси у нас летом стартует новый проект. Два 50-этажных здания в самом центральном месте Тбилиси. Проспект Казбери, так называемый. То есть апарт-отелей еще в Тбилиси не было. Мы будем первые, кто построил. В Батуми у нас и классические проекты, и апарт-отели. В Бакуряне на данный момент один мы построили, сдали в эксплуатацию. Сейчас строим еще два. Вопрос по сдаче в аренду. Доходность, скажем, очень похожая и одинаковая в Батуми и в Бакуряне. Почему? В Бакуряне, когда зима, это наябрь, декабрь, декабрь, февраль и частично март, очень большой поток туристов и цены на аренду достигают 200 долларов в сутки. В Батуми эта стоимость сезон максимально 100 долларов в сутки за апартамент. Соответственно, в Батуми курортный сезон не такой длинный. То есть это с мая буквально по 15 сентября. Соответственно, в Бакуряне вы сможете компенсировать эту разницу, потому что цена за сутки немного. Скажите, Батуми в Бакуряне нереально находятся? Это расстояние 280 километров. То есть если брать карту, в Батуми 110 километров первый горнолыжный курорт, это Годердзи, там пока мы не строим. И следующий, вот через 120 километров, это уже продаем по всему миру, мы продаем. Соответственно, за полгода продаж Бич Тауэра он уже продан на 95%. То есть на данный момент квартир в 12 есть вообще в наличии. Соответственно, в Батуми будет еще у нас новый проект этим летом. И в принципе на этом земельные участки там уже ограничены, поэтому по прогнозам экспертов, через 2-3 года цена квадратного метра в готовых комплексах будет в районе уже 2,5-3 тысяч долларов. Какова сумма расхода за коммунальные услуги? За коммунальные услуги, если у вас есть 30 квадратов. 30 квадратов, есть инфраструктура обслуживания, есть счетчики. Инфраструктура, если у вас до 40 квадратных метров комплекс, обслуживание стоит 240 долларов в год. Если свыше 40 квадратных метров, обслуживание 300 долларов в год. По коммунальным платежам... Это с водой уже все? Нет, сейчас вам говорю воду. Та же ситуация, то что называл Юрий. Нет системы централизованного отопления в Батуми, и нет горячего водоснабжения. То есть эта нагрузка идет на электричество. Там используются либо бойлеры, либо проточные водонагреватели. Отопление, либо система теплый пол, либо кондиционер, либо электрический конвертер. Электроэнергия для таких апартаментов... Ну, в ларе 0,15 ларе киловатт-час. Если потребление 200-250 киловатт в месяц, получается 12-15 долларов в месяц. Электроэнергия. Вода холодная у них очень дешевая. 10 кубов воды стоит доллар. Соответственно, получается, коммунальные счетчики, это в районе от 15-20 долларов. А вот если при сдаче объекта, общую сдачу объекта, в аренду, если компания будет заводить этот объект, какова будет эта плата? Это уже в ходе стоимость, короче, расхода? Нет, смотрите, получается, да. Если вы сдаете в управление, в управляющую компанию, вы платите 9% за управление, 1% покрывает расход счетчиков, и в Грузии подоходный налог на сдачу апартамента в аренду 5%. Соответственно, если вы за 100 долларов в сутки сдали свой номер, вы на руки чистыми получаете 85. 15% ведет расходная часть. В арт-отеле, где есть лобби, ресепшн, охрана, обязательно аварийное электрообеспечение и водообеспечение, технический персонал, коммуникации, электронные замки, как в гостиницах, интернет проведен, и, соответственно, инфраструктура отеля включает в себя бассейн, зону спа, обязательно ресторан, кафе, и в каждом комплексе Орби строит казино. То есть обязательно будет зона казино для того, чтобы привлечь туристов вне сезона. Система такая, что казино будет отдаваться под управление либо итальянцам, либо израильтянам. Вот сейчас по новому комплексу ведутся переговоры. И мировая практика, клиент, который приехал играть в казино, он бесплатно проживает в апарт-отеле. Соответственно, казино оплачивает собственнику суточные эти проживания. Это ваш точно так же доход. Beach Tower. Единственный комплекс, который в стадии строительства, который, как я говорю, на 90-95% у нас распродан. Сейчас строится восьмой этаж. То есть это будет самый высокий апарт-отель на Черноморском берегу и самый близко расположенный к морю. На сайте у вас должны в папочках лежать такие наши презентационные материалы. Orbex.io, сайт сверху записан. Есть веб-камера. Такая же Юрий говорил, как метод контроля. То есть вы можете зайти на веб-камеру, посмотреть его реальное расположение, как трудятся строители и реально разумно. Осталось у нас 30 квадратов. Верхние этажи 950 тысяч долларов. В районе 30 тысяч. Первоначальный взнос 10%. То есть 3 тысячи и вы уже можете быть... А только 30-метровые остались или больше? Есть 30, 50 и есть 70. Самый большой пул квартир именно на этаже это вот 30-ти квадратные.